В предыдущей передаче вы смотрели им. Выходит так, что человек, который не послушен, он перед Богом как колдун. Потому что на самом деле за непослушанием Богу стоит всегда дьявол. И говорится, что он как идолопоклонник. А вам интересно, что здесь с царем с этим было? Посмотрите 10 стих. И разгневался Аса на прозорливца и заключил его в темницу, так как за это был в раздражении на него. И притеснял Аса и некоторых из народа в то время. 12 стих, внимание. И сделался Аса болен ногами на 39 году царствования своего. И болезнь его поднялась до верхних частей тела. Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. И почил Аса с отцами своими, и умер на 41 году царствования своего. Вот что было с ним, как с неверным человеком. Мы же с вами знаем, что мы верные люди. Скажи, я верный человек. И мы строим нашу жизнь, каждый лично, на этих семи столпах. Эти семь столпов. Первое, какой? На балконе, скажите вы. Святость. Второе? Смирение. Третье? Послушание. Четвертое? Верность. Аллилуйя. Это мощно просто. И я вам скажу, что очень важно для нас. Я не буду дальше зачитывать места Писания. У меня их много здесь. Не хочу просто сейчас все места Писания вам зачитывать. Хочу, чтобы вы уловили саму суть. И вот мы говорим, верность. Следующее. Любовь. И любовь, друзья, это тоже то качество, без которого в церкви тебе делать будет нечего. Потому что если ты не любишь, Иисус говорит, что это очень плохо. Кто не любит, тот не от Бога. Пятнадцатая глава Евангелия от Иоанна. И мы прочитаем с вами тридцать четвертый и тридцать пятый стих. Заповедь новую даю вам. Долюбите друг друга, как я возлюбил вас. Так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Это пятнадцатая глава Иоанна, тридцать четвертый и тридцать пятый стих. Мне бы хотелось сегодня, друзья, чтобы вы запоминали эти места Писания. И я хочу также, давайте посмотрим пятнадцатую главу Иоанна, двенадцатый и тринадцатый стих. Пятнадцатая глава Иоанна, двенадцатый и тринадцатый стих. Сияет заповедь моя, долюбите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вау, сильно просто. Вот все время Иисус говорит, заповедь новую даю вам. Заповедь новую даю вам. А ведь заповедь была какая? В чем новая заповедь? Заповедь была такая, чтобы мы любили ближнего своего как? Как самого себя, правильно? А Иисус говорит теперь, говорит, что, а я вам даю новую заповедь, чтобы вы любили друг друга так, как я возлюбил вас. И это большая разница. Когда ты любишь ближнего своего как самого себя, это как один уровень любви. Но когда ты начинаешь любить ближнего своего, как Христос возлюбил нас, то это уровень абсолютно другой. Потому что Христос нас возлюбил так, что себя самого отдал на крест. Итак, любовь. Я хочу вам всем сказать, друзья, вот знаете, вот мы сидим здесь все. Наши домашние группы, люди не спасенные в мире. Вот сегодня мы здесь, кто-то смотрит нас сейчас по телевидению. Вот вы должны знать, друзья, на самом деле, только любовь, только любовь реально может сделать нас счастливыми. Вот если человек в семье, и он не любит свою жену, то эта семья для него, она как какая-то территория тьмы. Потому что там, где нет любви, там всегда все самое плохое. Я так говорю или нет? Вот не любят друг друга муж и жена, вот у них все самое плохое. Вот не любят друг друга в домашней группе, вот там все самое плохое будет. Вот в церкви не любят люди друг друга, вот там все самое плохое будет. Но когда есть любовь, то слушай. И вот я ее рассказываю. Я вспоминаю. Так получилось, что ее мама выгнала нас дома зимой. Я ее простил. Мы пошли к моей маме, но моя мама, она сказала, идите отсюда, чтобы я вас не видела. Мы себя так хорошо вели и не могли понять, в чем дело. Вы сами понимаете, да, что мы вели себя очень плохо. И нас выгнали кругом. И я помню, знаете, вот что такое любовь. Мы стоим в Днепропетровске на улице рабочей, на улице зима, помню, мороз. И такие, ну типа, моя мама говорит, ты приходи домой без нее. А ее мама говорит, а ты приходи без него. И тогда только вы вот переночуете. И мы такие стоим, а мы любим друг друга. И мы такие, нет, нет денег, ничего у нас нет. Ну что, куда пойдем? Пошли на вокзал. И мы пошли на вокзал. И ночевали там. И мы пришли на вокзал. А там, кстати, нормально. Сидят людишки, много порядочных людей. Не побритых, может, пару месяцев. И мы рядышком с ними приземлились. И вы знаете, голодные, замерзшие. Но так как есть любовь, то мы самые счастливые были. И мы всегда вспоминаем это время. И говорим, слушай, а как круто было. И кто-то думает, да что крутого было? В том, что вы одубевшие, окоченевшие, без копейки денег, голодные, на вокзале там тынялись. А я вам хочу сказать, что самое крутое, это не деньги, это не комфорт, это не... Нет. Самое крутое, это не просто пить кофе горячий. Нет. Самое крутое, это когда есть любовь. Это меняет все. Это делает твою жизнь самой счастливой. Поэтому, если, знаешь, в твоей семье сегодня, может, там долги, кредиты, проблемы. Когда мы, ну вы любите друг друга, вы говорите, да плевать мы хотели, а звонят с банка, да идите гуляйте, все. Придут, заберут. Да что вы у нас заберете? Нас нет дома. Когда есть любовь, вам море по колено. Когда церковь наполнена любовью, ей море по колено. Эта церковь пройдет все. Аминь. И вот, знаете, когда вот эта Божья любовь, любовь агапа, знаешь, божественная, она наполняет наши сердца. Когда мы начинаем просто, знаешь, ты скучаешь по церкви, ты скучаешь по домашке, ты скучаешь по людям, да. О, ну как ты там, ну что ты там, что позвонил, да не знаю сам, просто позвонил услышать, как ты там, что ты там. Потому что есть чувства, знаете, вот чувств нет у трупа, правильно или нет? Вот, а у живых людей, у них же есть чувства. И ты просто понимаешь, что твоя церковь, о боже, твоя домашка, люди, ты смотришь, любовь наполняет твое сердце. Когда любовь наполняет твое сердце, ты счастливый человек. Вы знаете, вот я вам скажу такую вещь. Вот я служу Богу. И бывает, знаете, вот, как вам сказать, много слишком мероприятий, много служений, много ответственности, много всего. И сильно-сильно устаешь. Я вам хочу сказать вот одну вещь. А я по-другому не могу. Я так люблю церковь и так люблю служение. Как бы я не устал. Я всегда говорю, они все в офисе смеются с меня постоянно. Я говорю, у меня, говорю, сил нет, я выйду на пять минут. Они, да, да, да. Ты только выйдешь, два слова, два слова. И я выхожу, полтора часа. Поэтому всегда так. Потому что ты любишь это. Те люди, которые, вот знаете, вот любовью не наполнены, они испытывают дискомфорт. Он сидит и думает, ну когда пастор уже закончит это собрание? Ну когда? Когда он перестанет о послушании говорить? Кого я должен слушать? Ну я такой крутой, ну как же я могу слушать? Скорее бы он закончил. Я пойду, там пирожки продают. И вот за углом, там, в фокстроте или что тут рядом. И знаешь, и знаешь, а когда ты любишь, то ты такой, никуда я не хочу уходить. Пастор, продолжай. Давай еще за что-нибудь помолимся. Еще что-нибудь скажи. Мы когда были, помню, в Нигерии с пастором Валиком. Там собрание, чтобы вы были в курсе, оно идет с раннего утра и целый день до вечера. Я вам серьезно говорю. Такой какой-то у них обычай странный. Воскресенье. И с утра, как началось, вот оно там в 8 утра. И идет. И я помню, уже 4 часа дня. Собрание все идет. Проповедник вообще очень интересный. Он выходит. Поговорил со всеми. Поговорил, поговорил. Смотрю, сел в машину, уехал куда-то. Где он ездит? Приезжает опять. Вышел, опять Библию взял. Опять поговорил, поговорил. Опять уехал. И так целый день. Потом где-то в 4 часа. Он выходит. А у них футбол был. Футбол в Нигерии. Это там что-то такое. Они вообще все. И он говорит, сегодня же футбол. Ну, давайте сегодня я вас отпущу, чтобы вы пошли смотреть футбол. Ну, и там людей, тысяч семь человек сидело. И все люди такие, такая атмосфера, они начинают кричать с балкона со всех. Но они не такие, как мы. Мы немножко такие, как будто обколотые чем-то. А те такие, они подпрыгивают, встают, кричат. Там что-то. Они все начинают орать, вставать. Не, продолжай. Пророчествуй, проповедуй. Давай. Он говорит, идите в футбол смотреть. Нет, говорит дальше. Знаешь как, у нас, конечно, такого нет. У нас, ну, люди... Ой, я такой был в стране классной вообще. Я был потрясен. Эстония. Это невероятная страна. Серьезно. Там такое служение было мощное. Мне понравилось. Но я удивился. Они такие спокойные. Серьезно. Они такие спокойные. Эстония, я вас люблю. Они сейчас смотрят нас. Я к вам приеду. Вот это спокойствие ваше я нарушу обязательно. Я после собрания решил. В Эстонии, там в Таллине. Я решил. Думаю, зайду. Знаете, вот никогда так не делал. Тут так захотелось. Зайду в автобусы, которые приехали. И там поприветствую, вдохновлю. И стоит два автобуса. Один с Латвии приехал, с Риги. Другой приехал с Эстонии. Там с другого города. Я название забыл. Я захожу в тот, который с Латвии. И захожу такой. Привет всем. Они такие. Вау. Привет, пастор. Там такой шум. Автобус. Я такой. Класс. Вообще такие же. Захожу рядом. Два метра вот так вот. В автобус в Эстонии. Говорю. Привет всем. Так. Я понял, насколько народы разные. Но вы-то думаете, что вы живые, да? Аминь. Да? У вас даже нынь такой. Эстония, я вас люблю. Помазанники. Вот я к нему приеду, они мне еды не дадут там. Я шучу. Я вас люблю, вы молодцы. Просто нет слов. Но вы, кстати, бывает, вот знаете, вы же посмотрите на себя. Вы такие закомплексованные. Никто из вас не может вообще закричать, встать, что-то сказать, там, прославить Бога. Почему? Потому что... А знаете, кстати, почему мы такие? Вот почему, к примеру, там, в других странах, в той же, там, Нигерии, там, Америки, они все там такие, знаешь, живые, что-то кричат, там, когда прославление, они все там так танцуют. Ну, хотите знать, почему? Потому что мы воспитывались при этом коммунизме. Вот скажи, ты бы хотел сегодня дух коммунизма себя скинуть вообще, струсить? Ой, нам надо будет это сделать сегодня обязательно. Слушай, я не знаю. Просто я понимаю, что вот этот дух коммунизма, если мы себя скинем, и у нас будет семь столпов в нашей жизни. И мы остановились на чем? Любовь? Еще два столпа. Жертвенность. Жертвенность. И вы должны знать, друзья, что все люди жадные, все всегда будут прокляты. Потому что жадный человек, это всегда человек проклятый. Ты скажешь, не может быть, сто процентов. Все жадные люди всегда делали самые плохие вещи. Иуда, Искариот, Гиезий, Анания, Исапфира, Ахан. Даже Еве надо было яблоко это, понимаешь? Целый сад у нее, там миллионы деревьев было, понимаешь? Нет, одно надо все равно стянуть. Вы должны быть научены жертвовать, жертвовать. Понимаете? Именно жертвовать. Уметь быть жертвенным. А вообще, я вам скажу, это закон четвертого измерения. Когда ты отдаешь, к тебе от Бога будет приходить. Когда ты жертвуешь, к тебе приходят. Когда ты начинаешь давать, к тебе приходят. Вот в своей жизни я всегда видел такую вещь, что я не жертвовал никогда для того, чтобы получить что-то материальное. Но он всегда сел в духовное. Но удивительно то, что материальное прилагается неизбежно. Но сама жертвенность важна. Вот пару слов вам скажу. К примеру. Едет автобус. И в автобусе, знаете, вот люди так устроены. Они говорят, вот этот человек, у него очень трудная финансовая ситуация. Нужно за него заплатить. Хорошо, заплатили раз. Заплатили два. Заплатили три. И знаете что? Если ты человека любишь, ты должен ему сказать правду. И правда вот какая. Ты должен ему сказать, дорогой, ты всю жизнь будешь бомжом, если ты не начнешь платить за себя и еще и за других. Потому что, чтобы изменить финансовую ситуацию, всегда нужно жертвовать. Если ты любишь людей, ты будешь смело им об этом говорить. Если же ты людей не любишь, ты промолчишь. И ты сам будешь давать деньги за всех. И знаешь что? Бог тебя будет благословлять, а они останутся в нищете. Вы меня все услышали или нет? Потому что всегда, я свою команду всегда учил, и в Днепропетровске, и здесь я всегда говорил, и они очень жертвенные люди. Я всегда говорил, смотрите, это секрет. Если ты начинаешь жертвовать, у тебя развивается вера и отношение с Богом, и Бог начинает просто изливать на тебя. Поэтому ты должен уметь брать на себя ответственность, решать вопросы. А если у меня нет денег, это самое время жертвовать. Когда у нас с Викторией всегда были тупики, мы всегда приходили к тому, значит, нужна жертва. Жертва прорыва, я так это называю. И мы начинали жертвовать, исходя из самых сложных ситуаций. И мы сдвигали финансовую ситуацию. И я хочу тебе сказать, каждый раз, вот, к примеру, да, храм покупать. Да я никогда в жизни ничего не начну делать, прежде чем, что? Не заложу жертву. Прежде чем храм покупать, я взял 100 тысяч долларов, пришел к пастору Банихину и пожертвовал. Я говорю, помолитесь за меня. Как только что-то мне нужно делать, какой-то проект, я сразу беру деньги. И я жертвую. Так у меня денег не было. Реально не было на храм. Люди все, ну, наоборот, собирают, когда нет. Так или нет? А я знаю, что, а-а, надо отдать. Отдать все, что у тебя есть. И тогда только к тебе придет вот эта большая сумма. И она пришла. И каждый раз так, в Днепропетровске точно так. Прежде чем мы что-то делали, мы жертвовали. И я помню, как была ситуация одна. Короче говоря, я попадаю, попадаю, знаете, куда? В очень интересное место. Такой пасторский совет. Я пришел туда. Я никогда туда не хожу. А тогда зашел просто к ним. Ну, и там сидит один человек. Короче говоря, слушайте, рассказать вам эту историю? У меня такое напряжение по деньгам. Вы не представляете. Там просто идет ремонт храма. Уже мы купили его ремонт. И денег там мы собираем каждый день. Там все все жертвуют. Там просто с ума сойти. Смысл. Лежит. Короче, там 5 тысяч долларов. У нас там через сколько? Я не помню уже. Но смысл такой. Я сижу. И сидит один пастор там. Ну, и так, знаете, говорит. Да. Да. Проповедник ты никудышний. Ну, и начинается. И ты такой. И ты сякой. И все. У тебя плохо. Ну, что сказать. Ну, что сказать. Ну, да. Да. И вот так вот продолжает и продолжает. И гонят, и гонят на меня. Ну, я, знаешь, сижу просто. И гонят, и гонят. И потом, может, надоело на меня гнать. И они разговаривают между собой. И он говорит. Говорит. Я же без машины. Говорит. У меня машины нет. Говорит. Вот представляешь. Говорит. Нет машины у меня. Я, говорит. Не могу никак насобирать денег там. Говорит. Мне надо. Чтобы хоть что-то купить себе. А мне Бог говорит. Вот это все, что у тебя есть сейчас. Возьми ему. Отдай. На машину. Я говорю. Господи. Может, кому-то другому. Он говорит. Если ты хочешь, чтобы я дал тебе деньги на все. Тебе надо очень много. И ты хочешь пробуждения. Хочешь? Хочу. Едь за деньгами. Короче говоря. Я еду за деньгами. Говорю. Помню. Ну, нашим. Говорит. Деньги отдайте. А они. Вот так. Хорошо. Но. Надо слушаться пастора. Мы берем эти деньги. Там. Шесть тысяч долларов. И я отвез. отдал ему эти деньги. И вы знаете, что? В то время, когда мне нужно было, я отдал. И Бог нас благословил. И мы все сделали. И была такая невероятная конференция. Было так круто. Было так просто потрясающе. А все почему? Жертвенность меняет полностью всю твою жизнь. Церковь жадных людей. Это все. Это конец. Я рассказывал, как однажды в одной церкви. Знаете, это церковь, если я не ошибаюсь, переседническая была. Где служителя вышли через годы. Знаешь, там и служителя, там пастор, там и дьяконы. Они все такие процветающие. У них дома четырехэтажные, там машины, деньги. У них все есть, короче. А в церкви, церковь небольшая, там все люди нищие. Все люди как бомжи. И они вышли вот так вот, говорят, мы вышли покаяться перед вами. А люди смотрят на них. Потому что, говорит, мы, говорит, знали, что нужно всегда жертвовать. Мы все давали десятину. Мы все жертвовали. И мы все процветаем. А мы видим, что вы все нищие, потому что мы вам об этом не говорили. И каялись перед людьми. Потому что на самом деле, друзья, каждый жадный человек будет всю свою жизнь работать в поте лица своего. Будет зарабатывать мозолями своими. И потом в один день, так бам, и терять все. Там в аварию попал. Там что-нибудь случилось. Там еще что-то. А все, кто жертвует, там, где они бы могли попасть в аварию, они проедут. И будет все нормально. Там, где могло бы что-то случиться, не случится. А даже если случится, говорится, праведник семь раз упадет и встанет, а нечестивые впадут в погибель. Аминь. И там, говорится, о материальном, чтобы вы знали. Поэтому жертвенность. И последнее. Праведность. Праведность это очень, очень важно. И я хочу вам сказать, дорогие друзья, что 1 Петра, откройте со мной, давайте откроем. 1 Петра 3.12 Что праведность в церкви, это очень и очень важно. 1 Петра 3.12 Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И мне хочется сказать сегодня, дорогие, что... Я хочу быть кратким сейчас. Что когда ты праведный человек, Бог тебя слышит. Когда ты грешник, запомните, что говорит Библия. Грешника преследует зло, а праведнику воздается добром. Так говорил Соломон. То есть грешника преследует зло. То есть, что значит преследует? То есть ты идешь по жизни. Но из-за того, что ты грешник, зло идет за тобой. И только ты от одного зла, к примеру, чуть-чуть отбежал, другое зло тебя уже там ждет. Оно тебя преследует. А праведнику воздается добром. И вот мы все, друзья, мы все верующие, дорогие телезрители, мы христиане. Что от нас ждет Бог? Семь столпов, на которых наша жизнь будет очень успешна. На которых наша церковь будет очень успешна. На которых будет вся твоя жизнь просто как цветок, как роза расцветать будет. Бог будет сам тебя оберегать и благословлять. Если эти семь вещей будут строго в твоей жизни. Давайте мы их все вместе перечислим. Первое, святость. Второе, смирение. Третье, послушание. Четвертое, верность. Дальше. Любовь. Еще. Шерсть. И праведность. А давайте еще раз повторим все вместе. Святость. Вау. Вы молодцы просто. А вы можете сейчас это повторить своему соседу? Из этого исходит. Что если сегодня в твоей жизни есть что-то, что ты должен оставить, ты должен оставить это сейчас. Аминь. Если ты кого-то сегодня не любил, любовь это принятие решения прежде всего. Принятое решение. Если ты был жадным, то сегодня пришло время изменить эти позиции. Мы с вами Божьи люди. Скажи соседу сейчас, я Божий человек. Божий человек. И скажи второму соседу, скажи, у нас мощная церковь. Потому что у нас есть семь столбов. Аллилуйя. Аллилуйя. А теперь скажи еще одному соседу, скажи, у нас мега церковь. Аллилуйя. Давай Богу воздадим славу. Аллилуйя.